Коллекция марок с изображением Ленина, всего пять планшетов, лишь часть большой экспозиции, которая хранится у югорского коллекционера дома. Одной из первых серий, датированных 1924 годом, стали траурные марки, напечатанные после смерти вождя, в день и час его похорон. Вышли они в чёрно-красной рамке и тоже представлены на выставке. В первую годовщину со дня смерти Владимира Ильича был сделан второй выпуск советских марок с изображением деревянного мавзолея. Создание тематических коллекций было в своё время очень популярным. Для увлечённых этой темой издавали специальные наборы с марками и блоками, посвящёнными вождю мирового пролетариата. Здесь есть марки, посвященные съезду, но они тоже… Вот это блок, и это блок. На каждом блоке есть марка, она вмонтирована в блок. Вот, смотрите, один, два, три, четыре блока. Вот ещё здесь блоки, они посвящены всё равно Владимиру Ильичу. Здесь несколько марок есть, по-моему, в Венее. Вот, есть ещё несколько марок Кубы, которые тоже посвящены Владимиру Ильичу. Но я ещё раз говорю, я не ставил с собой цель собрать всё, что есть в почтовом, будем говорить, сообществе, вот, посвященном Ленину. Но это… Нет, я не ставил эту цель. Это совершенно то, что у меня есть. Собралось, я их показал. Особо ценных марок, по словам Валерия Алексеевича, у него нет. Однако, несколько редких экземпляров в коллекцию всё-таки попали. К ним относят те, на которых помещены самые известные картины художников, изобразивших Ильича. Это ходоки у Ленина, Ленин в Казанском университете, Ленин на трибуне и другие. У нас, к сожалению, в фондах нет таких марок, но наша музейная лениняна насчитывает тоже порядка трёхсот единиц. Многие её экспонаты уже есть в государственном каталоге Российской Федерации. Их можно посмотреть нашим посетителям, которые будут посещать выставку Валерия Алексеевича, считав QR-коды. То есть, мы обращаем нашего посетителя в государственный каталог, где также представлены наши предметы. Около четырёхсот марок и блоков, посвящённых Ленину, вышли в годы советской власти. Среди гостей выставки нашлось немало тех, кто помнит то время. Одно из предложений ветеранов – пригласить на выставку молодое поколение, чтобы ребята ближе познакомились с историей. «Сейчас, когда Валерий Алексеевич представил свою выставку, все вот эти вот марки, все вот эти фотографии, вот эти портреты. Владимир Ильич Ленин – это наше детство, это наша школа, это наша память. Конечно, всё всколыхнулось, всё вспомнилось. Музей постоянно пополняется, постоянно какие-то новые экспонаты, новые выставки, новые какие-то материалы, новые все вот эти фотографии. Очень интересно, познавательно. И хотелось бы, конечно, чтобы побольше детей сюда ходило, водили школьников. Вот, мы-то как мы, мы пришли, мы вспоминали, у нас это в памяти есть. А вот деткам, деткам это будет очень интересно». К празднованию Дня Победы в музей планируют открыть ещё одну совместную выставку с коллекционером. На ней будут представлены марки, посвящённые 9 мая. Татьяна Шакирова, Михаил Зевахин, Югорск ТВ.